Значит, теперь я хочу рассказать о том, какие проблемы я вижу в научном кино. На самом деле ситуация сложная. Я считаю, что сейчас действительно во всем мире, к сожалению, многие телевизионные программы сокращают время, которое они уделяют научному кино. Но причин тому несколько. Ну, в том числе, может быть, научно-популярное кино, это достаточно старый жанр, очень давно существуют вот эти фильмы, и мне кажется, слишком долго документалисты делали очень похожие фильмы. У этих фильмов была своя аудитория, как правило, мужская, но, как все бывает, когда что-то становится таким типичным и мейнстримом, со временем немножко умирает. И вот в этом случае мне тоже нужно было, мне цель была показать математиков, людей, которыми я восхищаюсь, но как структурировать эту историю, с чего вдруг их показывать. Я использовала противоположный прием по отношению к моему классу. Я использовала такие вещи, более визуальные органы чувств, для того, чтобы рассказать историю про математиков. У нас есть 5 органов чувств или 6 органов чувств, 6 органов чувств – это равновесие. И уже эти органы чувств – это визуальные вещи, и поэтому легче для кино с этим работать. Поэтому в моем фильме «Шесть глав» такой поэтический фильм. Давайте я вам покажу, может быть, начало этого фильма. Вот эти такие острые кончики. Там поверхность листа изогнута. Он не хочет быть плоским. У него, что называется, отрицательная кривизна. Да, вот это гиперболический случай. И вот эти хвостики реально в гиперболической геометрии все эти штуки имеют бесконечно тонкую и бесконечную длину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова